Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с четырех до пяти. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую вас, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 24 апреля, 2023 понедельник. У нас, к сожалению, такая насыщенная адженда, что я даже не уверен, что все, что я запланировал сегодня, я успею рассказать. Ну, попробуем. Ну, если не успеем, что-то, естественно, как обычно, перейдет на завтра. Мы начнем с Судана, потому что сегодня это самая главная война, какая есть по потенциальным последствиям в ближайшее время. Вот. Поисковый ценой потенциал и украинский конфликт мы продолжим именно этой темой, атакой на Севастополь, очередной кораблей украинских, дронов кораблей. И о перспективах озерновой сделки я планирую поговорить в связи с этим. И я думаю, что это будет вся программа. Но если останется время, то тогда поговорим о том, что же американские военные сегодня делают недалеко от Тайваня, какие там проходят учения и чему это нас учит и о чем это нам говорит. Вот примерно такой план. Как со мной коммуницировать, вы знаете. Если вы подписаны на мой канал на YouTube, то очень просто там это делать. Если вы слушаете меня в прямом эфире, 3-4-7-4-6-0-8-7-7 во всех городах Вещания, на Аппликашн Айхарт, также, естественно, и на Руисей Радио Аппликашн. Там в прямом эфире, как и на Руисей ДТФМ, можно и смотреть. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну, во-первых, почему я посчитал необходимым сказать, что Суданская война сейчас, гражданская, начинающаяся, является самым главным конфликтом, а не война, которая происходит сейчас в Восточной Европе, на наших глазах тоже. Просто достаточно долго, ну, по современным понятиям достаточно долго. По мнениям, по разным другим, по исторической перспективе, конечно, нет, но так как это все-таки наша бывшая родина, то понятно, что это вызывает нас повышенное внимание. Но в Судане, просто чтобы мы понимали, помимо всех остальных проблем, о которых я рассказывал ранее, также находятся сейчас примерно 20 тысяч американских граждан. Да, это правда, что многие из них имеют двойное гражданство Судана и США, но они при этом не становятся менее американскими гражданами, чем мы с вами. Поэтому мы должны понимать, что как минимум, как минимум, из того, что сейчас там происходит, необходимость эвакуации 20 тысяч человек сейчас перед администрацией встает очень актуально, беря во внимание то, что в это воскресенье рано утром наше посольство и еще некоторые государственные службы оттуда были эвакуированы. В общем, в общем, около ста человек. И это ставит серьезные вопросы дальше, потому как если мы уже сказали, а, эвакуировав персонал дипломатический, значит, мы понимаем, насколько там опасно для дипломатов, то, соответственно, мы обязаны начать активные действия предпринимать для эвакуации всех остальных американских граждан оттуда, учитывая, что есть несколько факторов, которые надо взять во внимание. Первое. Из-за того, что сейчас конфликт между Бурханом и Дагола, да, генерал-лейтенантом одним, генерал-лейтенантом другим, одним командным, де-факто правителем, президентом Судана, и вторым главой Rapid Response Forces, да, то есть сил быстрого реагирования, которые просто не поделили между собой то, каким образом будут складываться финансовые потоки в Судане после перехода, скорее всего, да, как это преподается сегодня, после перехода суданской, всей власти в Судане гражданской администрации, и кто под чего командование в итоге должен попасть, потому как по этой, по идее, я так понимаю, что Бурхан и люди его потребовали от Дагола, чтобы вся эта милиция, парамилитария, не милиция, боевая группа, да, она перешла под контроль вооруженных сил Судана, то есть стала частью вооруженных сил Судана, потому как государстве на самом деле, в настоящем, не может быть независимой от государства военной силы. Государство должно контролировать военную силу и должны иметь монополия на военную, организованную военную силу, иначе это не государство. Поэтому это требование Бурхана, оно как бы понятно и нормально. Единственное, что надо было дальше потом, разделить полномочия, и вот с разделением этих полномочий у них произошел, видимо, казус. Полномочия включили, естественно, финансовые потоки, как я уже раньше рассказывал на прошлой неделе, когда вся здесь бардак начался, контроль важных золотых тикетов суданской экономики, порт Судан, например, наверняка полезные ископаемые, транзит нефти через суданскую территорию, южно-суданской нефти и продажа ее впоследствии. И это все золотые тикеты, также, естественно, добыча там золота и многих разных других материалов. В общем, они не поделили, продолжается конфликт давно, как, напомню, да, краское содержание предыдущих серий, воюющие стороны в Судане поддерживаются разными иностранными игроками, что часто даже контринтуитив, да, то есть идет против всяческого нормального здравого смысла, учитывая, что эти разные игроки внешние, они, в принципе, союзники и были союзниками, и до сих пор они, скорее всего, остаются, но поддерживают при этом разные силы. Это очень странно. Вот, пока мне сложно понять. То есть, я понимаю, почему, допустим, генерал Халифа Хафтар ливийский поддерживает милицию, да, а не поддерживает Бурхана, просто потому, что тот помогал ему, когда Халифа Хафтар сражался. Это долг чести. Например. Хотя, ну, на уровне арабских генералов это вполне возможно, потому, как мы знаем, определенные традиции арабские и традиции гостеприимства, и мы знаем из традиций, что если бедуин, грубо, если вы встретили бедуина в пустыне, он приютит вас, он обязан, так как он потомок Авраама, он обязан открыть для вас свой шатер, и вы проведете там три дня, не больше, чтобы не злоупотреблять, но когда вы выйдете от него, да, древние обычаи пустыни, он, да, поскольку вы покинете его расположение, этого шатра, он может вас нагнать и ограбить. Теоретически такие вещи рассказывают, в традициях это есть, но при всем при этом взаимопомощь и взаимовыручка присутствуют. И, соответственно, я могу понять, почему Хафтар, он просто платит долг чести, вполне возможно. Тем не менее, Хафтара ведь поддерживали те же самые силы, которые сегодня поддерживают генерала Бурхана, то есть Египет, например, Саудиты, да, то есть как бы те силы, которые поддерживали Хафтара. Поэтому мне странно, что до сих пор внешние игроки не договорились о том, кого же они хотят видеть в главе Судана. Учитывая, что военные действия затянулись, это вызвало, во-первых, отключение телефонной связи в Судане, почти полностью огромная страна. Интернета почти не существует, да, сегодня. То есть, соответственно, всем тем, кто хочет уйти из Хартума, где продолжается основная масса боевых действий, это очень сложно сделать, так как и цены на бензин стали заоблачными. Это страшно себе представить, как сегодня обычным людям. Понятно, что экспаты и американские граждане, которые там, в принципе, есть, у них все-таки лучше немножко финансовая ситуация обычно, чем у коренного населения. Можешь себе представить. Значит, далее некоторые стали делать из американских граждан попытки добраться до порта Судана, который где-то в 500 милях от Хартума на северо-восток, на берегу Красного моря. Я надеюсь, что вы представляете себе карту, и достаточно хорошо она в голове у вас сейчас нарисована. А Хартум не просто сердце Судана и его столице, а Хартум также является местом основных госпиталей страны всей, которая огромная. Если не ошибаюсь, из 70 или 80 госпиталей во всем Судане 40 находятся в Хартуме. Из них 39 уже все, их нет. И в каком-то одном еще, может быть, есть какие-то расходные материалы. Также не хватает питьевой воды и еды, естественно, потому как и пересидеть, пересидеть эту стрельбу, которая идет с участием авиации, видимо, уже с обеих сторон уже есть авиация, и пересидеть невозможно. А из-за того, потому что дети не могут спать, стрельбак, и на надо пулеметные, крупнокалиберные пулеметы стреляют. И как бы, ну, это не совсем то место, где мы бы хотели, допустим, находиться, когда подобные вещи происходят. Вот. Поэтому люди начинают делать попытки уйти в сторону Порт-Судана, но не у всех это получается. И мы, после того, Америка, в смысле, да, государство, после того, как мы эвакуировали посольство, да, стали публиковаться материалы о том, что вот, на самом деле, там администрация Байдена уже разместила сотрудников спецслужб, выставила, которые помогают американским гражданам каким-то образом найти вариант попасть в Порт-Судан, куда уже многие страны, там они могут садиться. Там, да, аэропорт функционирует. Вот о чем штука. В Хартуме он не функционирует, он был разбомблен, как я понимаю, авиацией Бурхана. Или египетской, я не знаю. Египет поддерживает Бурхана по нескольким причинам. Во-первых, потому что Бурхана поддерживает Саудовская Аравия. Во-вторых, потому что Бурхан вместе с Абдель-Фатахом Аль-Сисией, главой Египта, занимает единую позицию по эфиопской дамбе, которая перекрывает принц Пенил. Опять же, вроде был дождливый сезон, и все нормально, их наполнились хранилища, то есть резервуар. Но это сейчас так, и в любой момент, в принципе, эфиопская дамба, несмотря на то, что она огромную приносит воду Эфиопии, его воду в смысле электричества. Да, она будет крутить, и она даст 60 миллионам населения электричество, а у них его никогда до этого не было. И понятно, что это невероятный скачок для эфиопии, но так уж получается, что это может нанести непоправимый удар сельскому хозяйству Египта в определенных обстоятельствах. И это неприемлемая ситуация. То есть нужно договариваться, все это проговаривать, и получается так, что эфиопия, если хочет использовать эту дамбу, то она рискует нарваться на настоящий военный конфликт. Как мы понимаем, дамбу из строя вывести очень просто. Я думаю, что достаточно одной бомбардировки для этого. Поэтому спасти ее, да, это очень сложно сделать, если такое решение будет принято, и военный конфликт начнется. Можете я представить, что это такое. Но помимо всего прочего, возвращаясь назад в Судан, ситуация катастрофическая, и уже какие-то группы суданцев побежали на юг, в Южный Судан, и побежали в Чад. И та, и другая территория, есть некоторые проблемы с ними, и та, и другая территория, внутри себя тоже имеют конфликты, и тоже десятки тысяч внутренне перемещенных беженцев там есть. И еще прибывают постоянно тысячи суданских беженцев. Я напомню, что периодически до Израиля доходили суданские беженцы, а Израиль намного-намного северней. Они проходили через Египет, как я понимаю, да, и по Синаю проходили в Израиль. Это вызывало огромные проблемы. Это если они до Израиля доходили, что же можно сказать о странах, которые вокруг Судана? Об Эфиопии, о Египте, да, Чаде, Южном Судане и Сомали. Много стран вокруг. Ситуация критическая, и чем дальше, тем меньше шансов, что эта война закончится в ближайшее время. И чем больше она продолжается, тем больше регион дестабилизирован. И перед нашей администрацией встает сейчас очень активная, актуальная задача немедленно выкуривать 20 тысяч людей с американскими паспортами. И от того, как они сделают, проведут эту операцию. Будет зависеть, как в итоге история будет их судить. Афганистан мы уже видели. Они правда сделали много крутого тоже там. Все-таки, если не ошибаюсь, 100 тысяч человек они из Афганистана в очень короткий срок смогли вывести. Да, вы все видели, мы все видели эти кадры срывающих самолетов людей. Это все понятно. И гибель солдат, и теракт, который прямо на площади перед аэропортом происходил. Все было. Но, тем не менее, операция была логистически очень сложная. Почему в такой спешке все это приходилось делать, это другой вопрос. Но администрация со стороны логистики, эвакуации в последний момент смогла сделать многие вещи. И много людей смогла оттуда вывезти. Но Судан сейчас, это еще один тест. Я уже не говорю о том, что у нас в принципе администрация допускает, на мой взгляд, несколько из принципиальных. Это не ошибка. Это то, что по-английски у нас не в calculation. То есть, это просчет. Некоторые стратегические, на мой взгляд, просчеты сейчас происходят. И что самое главное, пока до сих пор не выстроена генеральная стратегия. По некоторым моментам, да, что в итоге, чего в итоге мы хотим добиться. Это касается очень многого, в том числе и, естественно, украинского вопроса. Мне не всем понятно, на чем, что я самом деле пытается добиться американская администрация в этом конфликте. Потому как от этого зависит, на каких условиях этот конфликт и когда он будет завершен. Пока что, то есть, я мне с трудом себя могу представить, что вот атака последняя на Севастополь трех дронов-катеров, которая произошла вот сейчас, она и по официальным сводкам российским не вызвала, не причинила никакого вреда. Что мне с трудом, во что мне с трудом верится, конечно. Что эта атака была выгодна украинской стороне. В том плане, что если бы не какое-то внешнее влияние, мне представляется, подобного сейчас бы не стало, не происходило, просто по той причине, что зерновая сделка, например, да, да, и да, помимо этого еще сегодня дрон, сегодня или вчера, дрон упал в восточном Подмосковье. Не долетел немножко, не хватило топлива, как я понимаю. Я не знаю деталей, что там на этом дроне нашли, но сам факт, что украинский дрон упал недалеко от Москвы, показывает, что есть определенный эскалационный потенциал. И, опять же, идет война, и когда идет война, сторона имеет право наносить удары, естественно, по территории страны, которая в нее вторглась. Это, с точки зрения войны, абсолютно нормальная вещь. Вопрос последствий подобных действий для украинской стороны и для, опять же, мирового рынка продовольствия, потому что и так сделка зерновая, она висит на волоске. И так уже тот самый коридор, который русские открывают гуманитарно, и он открывается для меньшего количества кораблей постоянно, потому что есть определенные претензии. Правда, украинская сторона обвиняет там в разных вещах российскую сторону. Периодически возникает, да, вот из 19 тонн, например, зерна, которое украинцы говорят, что русские оккупировали территорию, забрали украинское уже собранное зерно, и сейчас его продают под этим видом. Например, да, как одна из претензий, которая постоянно повторяется, например. Также есть еще некоторые моменты, мешающие сделке. Во-первых, само по себе украинское зерно сейчас не может проходить через Польшу и Венгрию, что тоже проблематично, об этом мы уже говорили. Но это не касается самой сделки. Сделка-то функционирует, хотя русские не стали продлевать ее надолго, как должны были бы, по идее, на полгода, если не ошибаюсь, а теперь стали ее продлевать только по два месяца такими короткими, такими короткими периодами, каждый раз пересматривая ситуацию. Потому что два момента. Первый момент, это то, что, я так понимаю, что российские удобрения до сих пор встречают проблему из санкционного давления. А условием этой самой по себе зерновой сделки, которую тогда заключали, было то, что и российское зерно, и российское удобрение, так же как и украинское, будут свободно продаваться. И никто не будет чинить никаких препятствий. И раз это не происходит, Россия говорит, что, ребят, вы не исполняете свою часть сделки. Это первый момент. Второй момент. Первый момент, это то, что сделка не исполняет. Второй момент, это G7, простите, видите, вылетит в голову, бывает. Готовит тотальный бан на русский экспорт. Есть что-то подобное для стран с большой семерки. И Медведев уже, по-моему, высказался по этому поводу. Это предложение. Пока только, конечно, что если такая штука произойдет, ни о каких вообще дальнейших зерновых сделках, речь даже не может вообще ни при каких обстоятельствах, в принципе. Что, в принципе, тоже логично и понятно. И вот теперь эта атака на корабли, на Севастополь, на военно-морскую базу, это, с одной стороны, как бы понятно. Украина должна показывать все время, что она, в принципе, считает всю территорию, которую у них в какой-то момент забрали, своей остается и претендует на нее назад. И для этого это легитимный момент. Но, с другой стороны, ведь нужно начать какой-то диалог, и нужно для того, чтобы начать какой-то диалог. Я все время, меня все время спрашивают, какой может быть диалог. Ну, знаете, когда две стороны воюют между собой, всегда переговоры, они всегда идут между врагами. Да, давайте скажем с самого начала. Первое, что мы должны понимать, что любые переговоры, они идут во время, когда стороны воюют. Они идут между врагами. Если бы эти стороны не были врагами в данный конкретный момент, то не было бы военных действий, правильно? С друзьями же не воюют, воюют с врагами. И понятно, что когда вы садитесь за сто переговоров с врагами, вы садитесь за сто переговоров с врагами. Это значит, что для начала нужно выстраивать доверие. Доверие, ну и общее понимание. Украина же все-таки продает зерно, вы понимаете, свое. И зарабатывает с этого определенные деньги, и также для всего мира это благо. Потому что это снижает цены на зерно, настолько снизило он, что польские фермеры начали нервничать. Ну и опять же, играет вниз на инфляционных ожиданиях, естественно, потому что когда зерно не поднимается в цене, очень хорошо для всех. Потому что зерно это триггер, как вы понимаете, инфляционный, очень серьезный. Это стейпл фуд то, что называется. Зерно это то, что вы даете, то, что лежит в основе всего. И корм для скота, это может быть, естественно, хлеб и все остальное. Ну все, зерно это все. Главное. Поэтому понятно, что если вдруг сейчас остановится сделка, а риск этого вот сейчас после этой атаки, наверное, где-то опять повысился. И понимая, что Турция сегодня не может, мы уже раньше об этом говорили, играть такую активную роль в спонсорстве этой сделки. Давайте скажем это грубо. Потому что для этого требует ресурсов. У Эрдогана сейчас, по-моему, не очень много этого ресурса есть. Сколько там ему осталось до выборов? 20 дней. И ситуация его, говорят, говорят эксперты, не очень пока. Я постараюсь на этой неделе, кстати, ситуации Эрдогана коснуться, так или иначе. В общем и целом, мне не совсем понятно, какова экзит, да, какова стратегия в принципе до конца. То есть смысл в этой атаке какой? На самом ли деле украинская сторона думает и верит в то, что она сможет отбить Крыму Россию? Есть ли какой-то реальный, вот я просто хотел бы познакомиться с реальным ассессментом, да, оценкой шансов. Насколько это возможно? Это сложно сказать. Мне представляется, это невозможная задача, и потому как, понятно, что для защиты Крыма, который дает России возможность выхода из Средиземного моря, является непотопляемым авианосцем российским сегодня. Да, со всей его военной инфраструктурой и так далее, и так далее, с построенным мостом. Как бы он показывал вся эта штука, она показывала, что Россия забрала Крым навсегда. Соответственно, сейчас забрала без всякой коннотации, просто по факту, да, в 2014 году это произошло. И, соответственно, сегодня, может быть, в случае мира Россия могла бы, наверное, договариваться о каких-то компенсациях, что вполне теоретически возможно, чтобы все были довольны, как говорится. Но о передаче этой территории с точки зрения Российской Конституции не может идти никакой речи. Насколько украинская сторона отдает себе отчет в том, что она делает? Первый вопрос, который мы задали, делает ли она это по своей воле? Да? Это первое, что мы спросили. Потому как идея потерять экспорт зерна, и в той ситуации, в которой территория вообще никак к ней не может вернуться, потому что это, на мой взгляд, немножко самоубийственные действия, просто мне так представляется. А тогда для какой цели это сделано? Чтобы просто русские там не расслаблялись и понимали, что все под угрозой ударов и военных действий? Но ответ же тоже будет очень болезненным. Очень. Я даже, во-первых, это будет в тот момент, когда это будет выгодно отвечающей стороне, в такое время и такими методами, как это выгодно отвечающей стороне. И это может быть очень болезненно, правда ведь? Поэтому я и всем понимаю. То есть, если вы готовы его отвоевывать, ну тогда атака тремя катерами, это не попытка его отвоевать. Это провокация, на которую, конечно, тоже будет ответ. А может и не будет, кстати, учитывая, что нет потерь, как заявляет российская сторона. Но все равно это же такая штука, да. Они будут за Крым, я думаю, биться до конца. Я так себе это представляю. Поэтому отсюда, мне кажется, ведь украинцы не дураки, ребята, правильно? Зеленский же все понимает тоже. Если я это сейчас в слух проговариваю, он же, наверное, тоже это понимает, правда? Да ведь он уже давно президент Украины и военный президент Украины, правда ведь? Значит, он понимает, он-то знает реальную картину, что у него там происходит на фронтах. Сколько у него есть чего, да? Он же, ну я уверен, что он это понимает. Соответственно, значит, это, скорее всего, попытка давления показать, что вот мы воюем. Может быть, из-за того, что до сих пор началось настоящее контрнаступление, которое, скорее всего, не начинается по двум причинам. Первое, правда, не хватает каких-то еще вещей. Второе, потому что, может быть, русские смогли уже подготовиться так, что те, кто планирует сейчас, да, и украинский генштаб понимает, что такое контрнаступление может вызвать очень-очень большие потери личного состава и не принести желаемого результата при этом. И это останавливает, конечно, а западная общественность этого требует, потому как денежка-то идет, и за денежку, за это надо как-то, ну, отчитываться, показывать, что вот, вот так, вот так, вот так, мы делаем все, что можем. И вот такая атака дронами, ботами, да, катерами, она, может быть, и есть, мы делаем то, что можем. Ребята, вот вы хотите, пожалуйста. Вот, и Джональд напечатал опинин мнение одного из доцентов, я вам о нем рассказывал, что в Американской телеснике Украины будет отвоевывать крыль. Вот, пожалуйста, мы отвечаем. Ваши лучшие пожелания мы пытаемся склонить как можем. Ребята, это опасная игра. Правда, очень опасная игра. Не только, не потому, что как бы, ну, просто в реализме это очень опасная игра. Серьезно, я уже об этом говорил, не хотелось бы продолжать. А главное, я хочу увидеть, ну, какое-то начало, ну, какого-то, да, внятного диалога, восстановления доверия, когда стороны обвиняют друг друга, что они воруют друг другу зерно и продают его. Ребят, вы зарабатывали, вы продали 28 миллионов тонн зерна после начала, я же обращаюсь к украинской стороне, да, с начала зерновой сделки. Это немало. Это немало, продолжайте его продавать, для этого нужно соблюдать некоторые условия, как я понимаю. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть 2. Я с вами Кирилл Задов. Сегодня 24 апреля года 1023 понедельник. На все хватает времени, слава богу. Идут сейчас маневры на Филиппинах. Называются они Беликатан. Это ежегодные маневры, совместные, американо-филипинские, естественно. Но в этом году это маневры особенные, у них там есть специальные вещи, которые отрабатываются. Идея как бы в том, что к этим маневрам сейчас намного больше внимания приковано, потому что все это происходит после последней череды эскалации вокруг Тайваня и северная группа Филиппинских островов, включая Баска, остров Баска, Баска-Айланд, например, да, который отделен от Тайваня буквально Баша-канавом, который размером с 70-мильный он канал. То есть самая южная точка Тайваня, да, и самая северная точка Филиппин, потому что эти острова, они офф Филиппинского побережья, то есть его шельф, и, соответственно, принадлежат Филиппинам. И учения там проходят прямо сейчас. Скоро на этих островах начнутся уже непосредственно так, они там чуть-чуть глубже пока, на островах более близких как бы к главному, да, но будут и там. И они там будут использовать очень интересные вещи, отрабатывать американцы, да, мы там будем использовать, отрабатывать. Почему? Потому что после того, как китайцы заявили, что в определенной ситуации они могут попытаться военной силы воссоединиться с Тайванем, это вызвало и у филиппинцев, естественно, и у Соединенных Штатов определенный ажиотаж. Ну, раз, и они увидели после визита НСПО на Тайвань эскалацию невероятную, и в том числе, кстати, этот пролив, который отделяет Тайвань от Филиппин, он был сразу объявлен китайской эксклюзивной военной зоной, что, соответственно, задает определенные проблемы дальше. Ожидается, что и этот пролив вообще очень важен, потому что в случае военного конфликта попытка какого-то морского трафика будет проходить именно через этот пролив. И также этот пролив стратегически очень важен для Америки, потому что именно через него, если вдруг Америка решит воевать за Тайвань, что у нас, естественно, всегда, мы когда говорим об этом, мы говорим, что наша позиция Единого Китая не изменилась, и мы никак не комментируем. А вдруг, если Китай нападет, будем ли мы наевать? Да, это как бы традиционно, так же, как Израиль не комментирует свое ядерное оружие. Да, это традиционная священная корова, о которой мы не говорим. Специально держится, это то, что по-разному называется, амбигиоти. Да, то есть такое, такой немножечко непроясненный момент. И, ну, как бы логика диктует, что по идее, по идее, у нас тоже мы поставляем так активно Тайваню оружие, и, в принципе, мы надеемся на то, что Китай так не рискнет, а если он рискнет, может быть, теоретически мы можем вмешаться, а может быть и нет, это все очень большие вопросы, которые я сейчас бы не очень хотел бы обсуждать. Но то, что логистически мы отрабатываем схемы, и, да, чуть не забыл, чуть не договорил немножко. Вот этот пролив также для наших войск, в случае нашего ответа на вторжение на Тайвань и попытки помочь Тайваню, войска, которые мы будем присылать по воздуху, а по-другому там никак нельзя, и Тайвань, и Филиппины остры, острова же, только по воздуху, и это будет из Гуама, если, например, то это вот самая ближняя точка, до которой американские войска должны будут быть переброшены в случае чего. Теперь одновременно с этим там сейчас серьезно размещаются вооружения Хаймерсы с ракетами, которые на 300-400 морских миль летят, да, то есть серьезно все, и оффспрей, вот эти конвертопланы, которые мы никуда никому не продаем, кстати, которые его сопровождают президента, обычно вы их иногда тут в Бруклине можете видеть, когда президент прилетает в Нью-Йорк, традиционно, да, это эскорт Air Force One вертолета. В общем, учения настоящие, отрабатывающие потопление. Хаймерсы будут топить, например, корабль, который будет там в 150 милях, например, от берега, такое учение будет, такие маневры будут, будут высадки десанта, короче, 17,5 тысяч американских и филиппийских солдат вместе во всем этих маневрах участвуют, и понятно, что это не может не вызывать у китайской стороны некую озабоченность, но с другой стороны, они-то проводили свои учения около Тайваня, и в территориальных водах Тайваня периодически оказывались, и самолеты над Тайванем прилетали, и что только они не делали, чтобы показать, как они недовольны. Ну вот теперь американцы и филиппинцы показывают, как они. Интересно, что Фредерик Маркос Джуниор, да, тот, который сейчас президент Филиппин, сын того Фредерика Маркоса, он ведь намного более активно ведет проамериканскую политику, чем, мы об этом говорили, когда они избирались, да, чем его партнер по гонке, вице-его вице-президент Дутерте, я забыл, как ее зовут, но она дочка Дутерте, который называл Обаму сукиным сыном, и какие только еще вещи он не говорил, и вообще хотел подписать с Китаем договор о военной взаимопомощи сотрудничества и остановить американский, но не успел этого сделать до конца, да, и вот сейчас уже после его ухода его дочь полностью поддерживает курс президента Маркоса, хотя на самом деле могла бы сказать, нет, ребят, давайте все-таки с Китаем дружить, но этого не происходит. Филиппинцы, немножечко другая цивилизация все-таки, видите, мала есть мала, если я не ошибаюсь, они, наверное, все-таки мала, они же не китайцы, вот, поэтому они все-таки в американскую сторону смотрят, ну и нет, это неудивительно, история такова, что они к Америке, конечно, намного ближе, и английский, у них там государственный основной язык в том числе. В общем и целом, маневры это хорошо, да, как говорил Маккиавелли, чем должен заниматься старь свободная от работы время, военными маневрами. И армия должна быть боеспособной, и филиппинская, естественно, и американская, без сомнения. Теперь, может, все-таки начнут когда-то разговаривать, я уже не знаю, я уже столько раз уже это повторил, может быть, все-таки услышат Джанет Йеллана и другие, может быть, Энтони Блинкина и президент Байден услышат, что экономика-то на самом деле, она же не священная, она не жертвенная корова. Не хотелось бы все-таки принести ее в жертву бесконтрольной конфронтации, правда, уже надо что-то сделать. Вот такие только мысли у меня сейчас возникают, больше никаких, ребят, от всего этого. То есть, я понимаю теоретически, извините за это, сейчас я это скажу, но это, конечно, очень грустная тема. Мы выиграем войну, если война с Китаем начнется, Америка выиграет эту войну. И понятно, что средств доставки и бомб у нас больше. Но после этого, что будет с нами, что будет со всем миром, я не могу, мне страшно даже об этом думать, вы понимаете? Поэтому, ну, как бы, ну, зачем доводить до ситуации? Вот сейчас хорошо бы уже начать договариваться. Кстати, то же самое касается, конечно, российско-украинского конфликта. Вот сейчас неплохо было бы начать договариваться, уже садиться, разговаривать, пора, хватит эскалации, это опасно. Никто не хочет умирать, давайте договариваться. Йосеф, Джозеф пишет, да, спасибо вам, да, для песню. Это так. Значит ли, ваш вопрос, что усиление санкций против Российской Федерации приведет только к ухудшению положения дел, а не к желаемому результату тех, кто эти санкции усиляет? Спасибо. Усиливает. Спасибо, Джозеф. Абсолютно верно. В long term, не очень много оружия. Она будет, она, да, те люди, которые сейчас от этих санкций страдают, все равно не страдают так, как они страдали в 81 году, ну, с пустыми полками магазинов. Это другая сегодня Россия. Ну, они переживут, так мне кажется. А национальный интерес, который, как они его воспринимают, они все равно будут отстаивать, вы поймите. Поэтому, тут бы хотелось договориться. Естественно, что снятие всех санкций является условием любого в итоге финального соглашения с точки зрения Российской Федерации. Так я себе это представляю. Да и санкции вредят и Западу тоже. Без сомнения. Друзья, спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра.